Здравствуйте! По данным Национального бюро кредитных историй, по итогам октября доля просроченной задолженности свыше 30 дней по потребительским кредитам к общему объему действующих займов составила 16%, увеличившись за год на 0,6% пункта. При этом показатели октября максимальны с начала года. Самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам сфиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе Республики Саха в Татарстане в Москве и Московской области. Цифры вы видите на экране. В свою очередь, самый высокий уровень просрочки отмечен в Ставропольском крае, Волгоградской области, Краснодарском, Алтайском краях и в Ростовской области. Динамика доли просрочки в сегменте потребительского кредитования в октябре в регионах носила разнонаправленный характер, констатируют эксперты. Самая существенная сокращение доли просроченной задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечена в Иркутской области, Республике Саха в Кабаровском, Красноярском краях. В то же время в большинстве регионов зафиксирован рост показателя. В том числе и в Алтайском, Ставропольском, Краснодарском краях и Волгоградской области. В Москве просрочка за год выросла на 2% пункта, а в Санкт-Петербурге на 1,9%. Самарская область на 21-й строчке рейтинга. Доля просроченных потребительских кредитов по состоянию на октябрь составила 17,8%, увеличившись за год на 1,7% пункта. По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, цитата, банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками клиентов, в том числе в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. Как правило, кредитные продукты предоставляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга находится на должном уровне. При этом важно отметить, что незначительный рост доли просроченных кредитов последние месяцы обусловлен прежде всего реструктуризацией банками проблемных кредитов. Если бы не реструктуризация, уровень просрочки потребительским кредитом мог бы оказаться более высоким.